Сложности с душем. В кемеровских домах вместо горячей воды течет холодное. Куда деть свободное время? Дети обсудили с уполномоченным по правам ребенка, как им отдохнуть на каникулах. Полиция в смартфоне. Сотрудники МВД презентовали собственное мобильное приложение. Чемпион на пенсии. Житель Калтана стал чемпионом по пауэрлифтингу. В эфире телеканала «Мой город. Вечерние новости» в студии Петр и Ксения Кривко. Здравствуйте. В Кемерове жители элитного дома на улице Соборной бьют тревогу. В квартирах уже отключили отопление, а вместо горячей воды из крана течет холодное. Как выяснила наша съемочная группа, это происходит уже третий год подряд. Эта история на Соборной 10 длится уже три года. Квартирный вопрос коммунального характера портит отношения между жильцами и управляющей компанией. Вот как заехали, вода бежит бордовая, просто бордовая. А температура? Температура, ну, минут 10 надо сливать, чтобы кипяток был. Казалось бы, элитный дом, внизу консьержка, идеальный ремонт в подъезде. Но почему-то вместо горячей воды течет холодное. Ну, представьте себе, я захотела принять душ, да? Я встаю в ванну, а вода чуть-чуть тепленькая. И я стою, я мерзну. И жду, пока она минут 10-15 течет. За нагрев воды на Соборной 10 отвечает бойлер. Как и положено, агрегат располагается в подвале. Но до него добраться тоже оказалось проблематично. Это только на первый взгляд кажется, что коммунальные проблемы жильцов дома на Соборной 10 разрешимы. На самом деле, не то, что подогреть воду. Даже открыть вот эту дверь, за которой находится бойлер, который подогревает воду до нужной температуры, практически невозможно. Пожалуйста. Уже через минуту работники управляющей компании с дверью справились. Вот он, электронагреватель воды на 500 литров. Сюда поступает вода из городских тепловых сетей. А бойлер уже распределяет ее в квартиры жильцов. В наш дом должна прийти температура не менее 50 градусов, чтобы бойлер, установленный в подвале нашего дома, обеспечил нагрев. Донормативный, то есть 60 и не более 75. Когда температура меньше 50 градусов, соответственно, нам ее догреть просто нечем. Почему в элитное по кемеровским меркам жилье приходит вода, которая не соответствует температурным нормам? На этот вопрос жильцы вместе с управляющей компанией пытаются ответить уже три года с момента сдачи дома. Претензии, жалобы, письма в адрес чиновников, а их уже десятки, не решают проблему. На данный момент направили обращение уже к главе города Кемерово для решения вопросов. То есть, поймите, проблема городских сетей. Схема проста. К бойлеру в подвале подходит труба с горячей водой от городских сетей. Место соединения трубы Соборной-10 и Кемеровской тепломагистрали называется раздел. В управляющей компании, сославшись на городских коммунальщиков, нам пояснили, там температура норме соответствует. А значит, грех жаловаться. Но жаловаться жители продолжают. На вопрос, почему вода подходит к дому, не соответствуя температурным нормам, администрация города Кемерово ответила письмом. Цитируем. В период проведения подготовительных работ к профилактическим испытаниям и впоследствии проведения испытаний сетей теплоснабжения на прочность и плотность возможно снижение температуры горячей воды в точках присоединения многоквартирных домов. Причиной этого являются переключение на магистральных сетях с одного трубопровода тепловой сети на другой, а также переключение на перераспределительных сетях и ответвлениях по причине выведения их в ремонт. В процессе запуска трубопроводов тепловых сетей, ранее выведенных в ремонт, происходит процесс прогрева. Это естественный физический процесс, в результате чего на объектах теплопотребления, подключенных наиболее удаленно от места переключения узловой точки, наблюдается снижение температуры теплоносителя. Чтобы решить этот и другие подобные вопросы, в Кемерове создали рабочую группу. Теплоснабжающие организации Роспотребнадзор хотят разобраться в проблеме. По согласованию на совещание приглашаются управляющие компании. Видимо, там идут горячие споры. Вот только вода на Соборной 10 по-прежнему холодная. Остап Григорианц, Эдуард Артеев, новости моего города. К другим темам. Дети решают, как им проводить свое свободное время. Сегодня Общественный совет детей, приуполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области, обсуждал одну, но очень серьезную проблему. Что делать со свободным временем и, главное, где его проводить? Подробности в следующем сюжете. Их 34 человека. И все они кажутся далеко не детьми. Наркоманов или отстающих по учебе среди собравшихся нет. Детское заседание начинают с гимна Кузбасса, после чего обсуждают по-настоящему взрослые вопросы. Закрывают ДК Сибирский, находится на третьей шахте. Там располагается около 20 бесплатных клубов и кружков для ребят и подростков. Там рядом находится 36-я школа, куда ребята ходят заниматься. И такие проблемы, на самом деле, повсеместно по всему Кузбассу. Сегодня решать эти и похожие вопросы в Кузбассе доверили детям. По мнению учредителя совета Дмитрия Кислицына, ребята должны сами говорить существующей власти, как ей решать проблемы детей. Дети всегда хотят, на мой взгляд, самостоятельности. Дети всегда хотят быть услышаны. Дети всегда хотят, особенно та категория детей, которую мы называем золотой молодежью, такой в хорошем плане, активные дети, отличники в учебе, в спорте и так далее. Они хотят быть услышаны, они хотят, чтобы с ними считались, чтобы взрослые вникали в те задачи и в те проблемы, которые на сегодняшний день стоят перед детьми и способствовали их решению. Вот только пока никто в общественном совете не знает, пожалуй, главного. Сколько нужно заплатить работнику клуба по месту жительства, какая зарплата у тренера по футболу и как решать вопрос с жильем для педагога по выжиганию. Всем этим занимаются взрослые. Ну а дети задают направление. Аксинья Северная, Остап Григориян, Дмитрий Шилов. Новости моего города. И в продолжении темы помощи детям. Именно тем, кто уже определился в жизни и готов осознанно получать высшее образование. Сегодня губернатор обратился к кузбассовцам с просьбой поддержать выпускников. Выпускникам школ из малообеспеченных семей, где доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума, мы оказываем материальную помощь из областного бюджета. Полную версию обращения губернатора Кимеровской области смотрите сразу после выпуска новостей. Сегодня в Березовском открылся многофункциональный центр обслуживания населения. Туда горожане смогут обратиться по вопросам социальной сферы, страхования и пенсионного фонда. Все справки и необходимую информацию можно будет получить в одном месте, что отнимает меньше времени и сокращает очереди. В учреждении работают сотрудники, которые прошли специальное обучение в Росреестре. Обратиться к ним можно будет по любому вопросу, связанному с оформлением документов, в том числе и по телефону. Это уже 18-й многофункциональный центр в Кузбассе, но далеко не последний. Все документы теперь, они находятся в информационной системе. Все бегают в электронном виде. Не нужно их носить бумажками. И собирают эти все справки работники МФЦ. Это принципиальное отличие от обычного предоставления услуг. То есть человеку не нужно бегать и собирать эти справки. Из-за него это сделают работники МФЦ. Видеокамеры в переходах, коридорах, постах охраны и на фасаде здания. Речь идет не о режимном объекте, а о детской городской клинической больнице номер 5 в Кемерове, где уже работает новая система видеонаблюдения. Необходимость в таком нововведении есть, причем очень большая, считают медучреждения. Каждый день на прием к врачам приходит порядка 1200 маленьких пациентов, не считая их родителей. На территорию ежедневно заезжают в среднем 120 автомобилей. Это и персонал, и скорая помощь, и сами родители привозят своих ребятишек. И следить за таким потоком необходимо, уверены в службе безопасности больницы. Также камеры наблюдения могут помочь решить и спорные, а порой даже конфликтные ситуации. Устанавливая камеры видеонаблюдения, мы преследовали цель защиты именно прав пациента. Ведь когда работает сотрудник, зная, что за ним ведется постоянное видеонаблюдение, он работает лучше и не позволяет себе каких-то некорректных высказываний, обращений и так далее. Но фактически, защищая права пациента, мы защитили права, честь, достоинство и деловую репутацию медицинских работников. ГМО могут приравнять к терроризму. Сегодня об этом пишут в газете «Известия». Аграрный комитет Госдумы предлагает дополнить статью Уголовного кодекса «Террористический акт» и ввести уголовную ответственность для производителей и продавцов генетически модифицированных организмов. Как считает инициатор закона проекта, жесткое регулирование в генной инженерной области просто необходимо, так как с вступлением России в ИТО увеличивается ввоз такой продукции из-за рубежа. Однако вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут называет такие методы нерациональными. За годы потребления продуктов питания на основе ГМО ученым так и не удалось доказать прямого влияния такой пищи на здоровье человека. Кроме того, пищевая промышленность – не единственная отрасль, использующая генно-модифицированные культуры. ГМО также использует производители лекарств и текстиля. В мировой фармацевтической практике ГМО используется гораздо дольше, чем в пищевой. И большой вопрос, кого в этом случае нужно наказывать – тех, кто производит эти препараты, которые лечат людей, или тех, кто их запретит. У Инстаграм, Angry Birds и Твиттер появился конкурент. Для МВД разработали специальное мобильное приложение. Скачать его может любой желающий уже прямо сейчас. Благодаря программе можно экстренно вызывать полицию и даже увидеть фото своего участкового. Станет ли приложением ВД «Народным», выясняла Анжела Паутова. Предположим, меня беспокоят соседи. Из-за их шумной вечеринки я не спала всю ночь. Чтобы они ответили по закону, мне нужно отправиться в районное отделение полиции и написать заявление. Эксперимент показал, чтобы подать заявление в полицию необходимо минимум 40 минут. Но теперь легко уложиться в 5 минут. С помощью нового приложения для смартфонов МВД России можно подать обращение в полицию, не выходя из дома или работы. Одним из первых в Кузбассе программу тестирует создатель онлайн-сервиса «Открытый город». Этот сайт направляет жалобы кемеровчан госорганы. Мигалка, быстрый вызов полиции. Если нажать, откроется такой телефончик. Если его опустить вниз, начнет набираться номер. Кроме быстрого вызова полиции, приложение МВД можно найти своего участкового. Здесь даже есть их фото. Кроме этого разделы «Уголовный розыск» и «Пропавшие без вести». Максим оценил яркое оформление приложения и его полезность. Правда, нашел несколько недостатков. Здесь, кстати, в приложении МВД есть определенный минус, я заметил, который необходимо будет в ближайшее время, наверное, им поправить. Когда гражданин формирует обращение, он указывает фамилию, имя, все как положено. Кому адресовано, например, я не знаю, кому адресовано. Написано «Территориальные органы Кемеровской области», «Должность ФИО». Ну, жители, наверное, не знают ФИО и должности сотрудников, поэтому я не вижу смысла в этом поле. На онлайн-презентации генерал-майор Андрей Пилипчук отметил, приложение поможет полицейским определить местоположение абонента. Это будет полезно в тех случаях, когда человек не сможет говорить. Генерал заявил, скоро сервис станет народным. Пока, правда, по статистике только 20% всех абонентов – владельцы смартфонов. Но их число постоянно растет. На текущий момент рост проникновения смартфонов и планшетов, он постоянно растет. Увеличивающаяся доступность смартфонов и планшетов. Цена снижается, качество их растет, популярность растет. Все больше производителей производят именно планшеты и смартфоны. Приложение уже доступно для всех владельцев смартфонов. Его можно скачать абсолютно бесплатно, но полицейские предупреждают, не нужно забываться во время тестирования программы. Ведь заложенный вызов можно получить штраф или даже срок. Это вам не Твиттер или Angry Birds. Анжела Паутова, Дмитрий Шилов. Новости моего города.